Граждане стали больше доверять полиции, а раскрываемость преступлений растет. По данным социологического опроса, проведенного в Мирненском районе, более половины населения оценивает работу служителей закона положительно. С чем это связано, выяснял Руслан Фаткулин. Дежурная оперативная Игнатова. Алло. Слушаю вас. Слышные повреждения нанесли где, кто, по какому адресу. Звонок принят и обработан. Вся информация записана, а на место ЧП отправляется наряд. Таких звонков в дежурную часть за сутки может поступить до 50. И количество обращений граждан в полицию с каждым годом растет. В прошлом году их было 10,5 тысяч. Для сравнения, в 2014-м на полторы тысячи меньше. Однако число самих преступлений снижается. Да, действительно, у нас преступления по собственности, преступления против личности сократились в разы. Но это связано тоже с профилактической работой сотрудников полиции, которые ежедневно, ежечасно выполняют свою работу на территории Миринского района. В 2014 году было раскрыто 482 преступления. В 2015-м на 10% больше – 576. Однако увеличение числа обращений оперативники склонны воспринимать скорее как повышение доверия со стороны населения. Состав обращений остается прежним. Бытовые ссоры, грабежи, реже – убийства. Большую часть из них удается раскрыть по горячим следам. Однако бывают преступления, на расследование которых уходит год и больше. Как пример – расследование пожара в магазине «Евросеть». Данное преступление было совершено летом еще. Сотрудники уголовного розыска работали, получили оперативную информацию. И на настоящий момент задержан преступник. У нас проводятся следственные мероприятия. Сколько времени ушло на раскрытие преступления? Получается, на это раскрытие преступления ушло почти полгода. Улучшить показатели раскрываемости отчасти мешает недостаток кадров. Так, в поселках Алмазный и Орылах сегодня вообще нет отделений полиции. В случае необходимости, куда выезжает наряд из Мирного? А ведь именно на полицию граждане рассчитывают больше всего. По данным Независимого социологического бюро республики, 70% жителей нашего района в случае беды набирают на телефоне те самые знакомые с детства цифры 02.